Герцог и герцогиня кембриджские отправляются в вихревой королевский тур по трем странам Карибского бассейна, Белизу, Яйки и Багамским островам. Их поездка через пруд первая из серии туров, которые совершают старшие члены королевской семьи, чтобы отметить год платинового юбилея. Но поездка кембриджей могла быть запланирована не только для того, чтобы отметить этот исторический год, но и для того, чтобы замедлить возможное решение некоторых стран Карибского бассейна стать республиками, считает историк и королевский комментатор доктор Этауэнос. Говоря о турне Кейты Уильяма, доктор Этауэнос сказал экспресс.ко.ук, это турне, как я его понимаю, является туром доброй воли в длинном ряду королевских туров доброй воли по странам Содружества и другим королевствам. Я думаю, что ключевой вопрос здесь в том, последуют ли другие королевства примеру Барбадоса в прошлом году и объявят себя независимыми от монархии, став республиками. Я думаю, что в какой-то степени эти туры призваны замедлить этот процесс. Он продолжил, я думаю, что королевское турне абсолютно точно направлено на то, чтобы попытаться замедлить движение к республике, особенно это касается Ямайки. Бывший премьер-министр страны партия Симпсон Миллер в 2012 году поклялась сделать Ямайку республикой. Ее партия, Народная национальная партия ННП, сейчас находится в оппозиции, а ее новый лидер Марк Голдинг в ноябре прошлого года выступил с призывом, похвалив Барбадос за решение стать республикой. Он сказал своему парламенту, мы на Яйке должны последовать этому примеру сейчас, немедленно и без промедления. Создание неисполнительного президента в качестве главы государства вместо английского монарха было согласовано обеими основными политическими партиями более 10 лет назад. Конечно, госпожа спикер, мы можем работать вместе, чтобы сделать необходимые конституционные шаги, чтобы это произошло в наступающем году, который является годом 60-летия нации. Премьер-министр, давайте продвигаться к этому сейчас. Месяц спустя нынешний премьер-министр Эндрю Холнесес заявил, что «нет никаких сомнений в том, что Ямайка должна стать республикой». Однако по его словам, у страны должен быть план продвижения к этому, который будет значимым и существенным по функции и форме. Доктор Ауэнос не считает вероятным, что Ямайка и некоторые другие страны Карибского бассейна, которые до сих пор признают королеву главой государства, в ближайшее время отделятся от короны. Однако он считает, что их переход к республике неизбежен. Он сказал, я думаю, что Уильям и Кейт будут стараться сделать так, чтобы королевства придерживались монархии и оставались монархиями, по крайней мере, на данный момент. Более долгосрочный вопрос заключается в том, когда они вступят на престол после того, как правление принца Чарльза подойдет к концу, станут ли они королем и королевой консортом Ямайки или нет. Похоже, что на некоторых из этих Карибских островов растет движение за перемены. Я думаю, что Барбадос действительно положил начало этому движению. Что касается вопросов, которые задают, я не думаю, что будет немедленный эффект домино, возможно, другие страны не будут просить или не будут добиваться республиканского статуса в течение некоторого времени. Но я думаю, что это, скорее всего, вопрос времени, а не, если, я думаю, что это неизбежно. Правительство Барбадоса объявило о своем намерении стать республикой в сентябре 2020 года. В то время Букингемский дворец заявил, что отставка королевы как главы государства – это дело правительства и народа Барбадоса. Карибская страна стала самой молодой республикой в мире 30 ноября, во время церемонии, на которой лично присутствовал принт Чарльз. Турне Кейт и принца Уильяма начнется в Белизе 19 марта и закончится в следующие выходные, когда они отправятся на Багамы, чтобы вернуться в Великобританию. Ранее я уже писала о том, что выход в свет и сасекских, и кембриджских сопровождался тщательным наблюдением. И эксперты, и психологи, и писатели, и простой народ следил за каждым шагом пары. И если, как обычно, сасекских критиковали, то кембриджскими наоборот все восхищались. Особенно Кейт. Ее и с пауком сравнили, и со змеей, и со скорпионом. В общем, по актрисе прошлись вдоль и поперек. Ну и понятное дело, спокойно мимо этого несправедливого отношения не мог пройти Амид Скоби. В последнее время он практически ничего не говорит о Мэган и Гарри. Лишь изредка в своем Твиттере или Инстаграме может ответить на какой-то безобидный вопрос на их счет. В этот раз Скоби Душа вышел в прямой эфир в своем Инстаграме и высказался относительно оскорблений в сторону Мэган. Вообще эфир был посвящен другой теме, но как тут обойти такое, правильно? Сразу скажу, что дословно я не помню всего. Напишу то, что успела запомнить и записать. Я не понимаю, почему фанаты герцогини Кембриджска имеют полное право оскорблять Мэган, сравнивая ее с пауками, змеями и скорпионами. Кто им позволил так говорить? Маркл никому ничего плохого не сделала. Она всего лишь выступила вместе с другими приглашенными гостями на сцене в Нью-Йорке, куда, к слову, все уважаемую Кейт Мидлтон даже не пригласили, заявил Скоби. Дальше был большой монолог о том, какая Мэган классная. И бедным она помогает. И женщинам с детьми, попавшим в сложные жизненные обстоятельства памперсы отправляет. И чернокожих защищает. И со своими детьми сама сидит. А у Кейт детьми няне занимаются. Если так говорить, то Кейт тоже из себя мало что представляет. О ней стало известно широкой публике после того, как на нее принц Уильям внимание обратил. И на красной дорожке ее образ был скопирован с образа принцессы Дианы на премьере этого же фильма. Только тогда экс-супруга принца Чарльза была в серебряном платье. Так почему одной восхищаются, а вторую ненавидят. Завершил свою пылкую речь Скобидушечка. И тут в комментариях к прямому эфиру началась самая настоящая вакханалия. Поклонники Кейт и в целом герцогов кембриджских начали писать сообщения в оправдание своих кумиров. Причем с каждой минутой эти самые комментарии становились все более и более жестокими. Чего только Скоби не пожелали. На секунду мне даже стало его жаль, правда. Даже по его внешности прошлись. Как думаете, правильно ли сделали фанаты, что так жестко напали на Скоби? Горячительные напитки и приятная компания. Меган Маркл засветилась в сети приятной компании мужчины, совсем не похожего на принца Гарри. Как оказалось, это коллега бывшей актрисы по сериалу «Форс-мажора» Рик Хоффман, который решил поделиться в своем инстаграме фотографией из прошлого. Старые добрые времена. Подписал актер, достаточно компрометирующая Меган Маркл фото. На снимке тогда еще будущая герцогиня Сассекс Кэ, сыгравшая в «Форс-мажорах» жену одного из главных героев Рэйчел Зейн. Сидит за столом с бокалом вина в руке и смеется в компании Рика Хоффмана, который в сериале исполнил роль адвоката Луиса Лита. Американская драма, которая шла 9 сезонов до 2019 года, посвящена истории Майка Росса, Патрик Джей Адамс, юриста-самоучки. Выдающего себя за выпускника Гарварда, который попадает на собеседование к одному из лучших адвокатов по сделкам Нью-Йорка Харви Спектру Габриэль Махт. Когда Меган собралась уйти из проекта, по сценарию, ее героиня Рэйчел вместе со своим мужем Майком переезжает в Сиэтл, чтобы открыть собственную юридическую фирму. Авторы также не могли удержаться от того, чтобы напоследок не упомянуть королевскую семью. «Ты не принц Англии», говорит Харви Спектр Луису Литу, Рик Хоффман, в конце эпизода. Сериал завершился тем, что Харви и его супруга Донна, Сара Раферти, планируют уехать из Нью-Йорка, чтобы работать с Майком и Рэйчел в Сиэтле. Актеры в Форс Мажоров дружат и после окончания съемок сериала. Рик и Патрик даже были гостями на свадьбе Меган и Гарри в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. В последнее время о возможном скором расставании принца Гарри и его звездной супруги сказал каждый кому не лень. От экспертов и королевских писателей до психологов и простых граждан, которые наблюдают за полюбившимся сериалом. Не осталось в стороне и австралийский политик Тина МакКуин. Федеральный вице-президент партии «Либерал» в прямом эфире одного из местных телеканалов буквально взорвалась. Женщина высказала все, что думала, и явно не скупилась на слова. Так, по мнению политика, Меган использует своего королевского супруга, чтобы достичь определенных целей в жизни. И как только она достигнет этого, то тут же отправит мужа в утиль, так как он не будет больше приносить пользу. Уже сейчас, по мнению МакКуини, в паре наблюдается некий разлом. Меган уже сейчас манипулирует своим мужем и ведет его по темному пути, в конце которого Гарри останется совершенно один, заявила участница передачи. Кроме того, политик заявила, что Меган – искусный манипулятор, который все делает исключительно с корыстных целях. Вспомнила МакКуини и слова Томаса Маркла о том, как его дочь вела из всех веревки. «Посмотрите на ситуацию с апелляционным судом». Меган и тут все вывернула в свою сторону, сделав вид, что забыла о письмах. В итоге виновными остались авторы книги, а Маркл вышла сухой из воды, подчеркнула женщина. Гарри страдает больше всего. Он оторван от дома, от семьи. Ему не к кому обратиться за помощью. И Меган это прекрасно осознает, поэтому продолжает целенаправленно лишать супруга родственников и близких. «Мне стыдно, что эта пара носит королевские титулы. Они их не заслужили», заключила политик. К слову, недавно читала мнение, кого не вспомню, у меня старческий склероз, где было сказано, что пара через время сама откажется от титулов. Но произойдет это после того, как герцогинюшка плотно обоснуется в политике. Дескать, британские королевские титулы будут мешать Меган править, а делать бесплатную рекламу семействе мужа она не хочет. От себя скажу относительно книги и участия Маркла в написании биографии. В том, что авторы обратились в Меган, это сугубо их проблемы. Другие авторы биографии в герцогинюшке не обратились почему-то. Так что нет ничего удивительного в том, что имя Скоби стало чуть ли не оскорблением. А вы согласны с мнением эксперта? Ну что Меган использует Гарри, и что она искусный манипулятор?